Ё-о-о... Яп-а-ам-ский, мать-его, городовой! Да чё ж ты раньше-то молчал? Музыка 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 Райан Он стал мне как старший брат Именно такого брата я всегда хотел Ему... Чего, блять, я нечаянно нажал Именно такого брата я всегда хотел Повезло ему с Леной Такую пару ничего не сломает Я верю в это Хоть друзей у меня и не было В том мире Здесь я обрел настоящих друзей А вот Алиса Стала по-настоящему самым дорогим мне человеком Я знал, что наша любовь сможет пройти через любые преграды Она была грубой в начале смены Мне оставалось лишь раскрыть ее настоящую Даже если вернемся по домам, неважно в каком городе Я обязательно найду ее Была последняя дискотека Света стала более... Больше времени уделять своей сестре Помогать по делам вожатой ей не составляло труда Да и Ольга перестала за нами присматривать Ибо приняла тот факт, что... За ними присматривать За кем? Ибо приняла тот факт, что они уже взрослые Электроники Шурик Вот такая дружба точно на века Два будущие инженера СССР Творческие парни Мы не раз обращались к ним за помощью И каждый раз они нам помогали Неважно, какая бы сложная не стояла задача Вот так быстро летит время в лагере Савенок Солнце целилось мне в глаза Я потянулся, зевнул и встал с кровати Мой сосед по комнате спал Эй, Ержан, вставай! На работу пора! Да иди ты! В пень! Ладно, я пойду до умывальников Потом на завтрак Соня Я направился к умывальникам Солнце светило, как всегда Если нужно срочно охладиться То с этим хорошо справлялась вода из умывальников Подойдя к умывальникам Я понял, что я не один Приветствую, дружище Доброе утро Где друга потерял? В клубе он Сказал, что индукционную кошку где-то потерял Я ему хотел помочь в поисках А он сказал Нет уж, я кашу заварил, мне ее расхлебывать Понятно Привет ему передавай А то он уже второй день там сидит Сам передашь Улыбнулся он мне и кивнул в сторону К нам подошел электроник Доброе утро Нашел свою катушку А, катушку Так, стоп Там кошка или катушка была? Кошка была Окей Катушку Доброе Под шкафом нашел Всякое бывает Я по-быстрому умылся Пойду на завтрак Вас подождать Мы позже зайдем Приятного Ладно Я направился в столовую Предварительно оставив вещи в домике На пороге меня ждали Алиса, Лена, Света и Райан Подойдя к Алисе Я приобнял ее И поцеловал в щеку Всем доброе утро Мне нужно кое-что с вами обсудить После завтрака Свободно? Почему бы и нет Я и так все в библиотеке сделала Я тоже ничем не занята А что собственно обсуждать будем? Кое-что очень важное Войдя в столовую Мы взяли поднос И направились к нашему любимому столику Мы сидели молча Да и вся столовая молчала Последний день смены Неудивительно Жду всех в нашем домике Выпив залпом чашку с морсом И поставив поднос Я направился к выходу Стоит ли вообще отсюда уезжать? Этот вопрос терзал меня каждый день Не успел я опомниться Как уже сидел на кровати в нашем домике Оставалось дождаться их И обсудить дальнейшие действия Через 20 минут Все были в сборе Алиса и Света сидели на моей кровати А Райан с Леной сидели на своей Так о чем ты хотел поговорить? Пожалуйста, сохраните спокойствие После тех слов, что я вам скажу Все притихли В домике была абсолютная тишина Нарушаемая звуками тикающих часов Расскажу как есть Я знаю, что все тут собравшиеся перемещены Из 21 века в Советский Союз Все округлили глаза Пришло время рассказать всем все как есть Послушайте, завтра последний день смены Я не знаю, что с нами будет дальше Так что, пожалуйста, напишите все свои данные На этом листке Я достал из кармана листок и ручку И передал их Алисе Она все так же сидела и смотрела на меня Но все же решилась написать Свои сотовые данные Но как ты узнал? Правда, как он узнал? Я что-то не помню этого момента Что все тут собравшиеся прямиком из 21 века? Я давно это знал, но не решался сказать Кстати, я бы так и думал, что вы все из СССР Если бы мне не сказали правду А кто сказал-то? Это секрет Он не любит лишнего внимания Мы же друзья, живем вместе Почему ты мне не сказал? Ой, все, лучше поздно, чем никогда Согласны? Мы сидели молча Сделали вид, что меня и вовсе нет Ну, простите, не игнорьте Одиночество страшная штука Когда будем дома, куплю тортик Обещаю Так бы сразу и сказал По комнате раздался смех Через некоторое время Все данные были записаны Кто на какой улице проживает Скайп, Дискорд Да, даже и такое у них есть ВК и номера родственников Вот и все Слава Всевышнему, что мы все живем в одном городе Ага, только мне до вас два с половиной часа ехать Не тебе одной Ну что, ребзи Пошлите на обед Все довольно кивнули И мы направились в столовую Девочки шли впереди А мы с Райаном шли следом Не могу поверить В то, что мы завтра уезжаем отсюда Я сам в шоке Я Привык к этому месту Меня больше напрягает То, что случится с нами После того, как мы сядем в автобус Ес Я, если честно, хз Это Я волнуюсь и за себя тоже То есть Твоя фраза как-то тупо прозвучала Да не Просто Говори как есть, Рай Меня автобус сбил Там В нашем 21 веке Йоу Японский, мать его, городовой Тут чё ж ты раньше-то молчал Че бы корова мычала Под одной крышей живем и не удосужился рассказать о том, что хоть что-то знаешь об этом мире. Я вздохнул. Он прав. Но я... Я не могу рассказать. Эй! Он схватил меня за плечо. Морда! Чуть не врезался! Я чуть не стукнулся лбом об столб. Мда, деградирую походу. Ещё полшага и капут! Спасибо. Рэй лишь похлопал меня по плечу и вошёл в столовую. Я постоял минуту и зашёл следом. Пахло в столовой, как обычно. Хорошо. Я бы даже сказал, отлично. По запаху было понятно, что на обед подавали борщ. Я заметил, как Рэй усердно машет мне. Я подошёл к столику. Я парцию тебе взял. Ого! Надеюсь, это не доставило тебе неудобств. Да ничего. Всё нормально. А, вот ещё. Семён. Меня соловья припахала. Я... А тебя сейчас припашат Мику. Ну, ладно. Откуда инфа про Мику? Она сзади. Он произнёс это с ехидной ухмылкой. Ну, пахать так пахать. Семён. Мне нужна твоя помощь. С чем? Ольга Дмитриевна сказала, что в москлубе нужно убраться перед отъездом. А там есть тяжёлые вещи, и я не могу их поднять. Надеюсь, тебя это не затруднит. Хоть если затруднит, попрошу других. Мику. Я перебил её, ибо знал, что если я её не остановлю, то утону в ненужной мне информации. Я приду, когда приходить. Мику лучезарно улыбнулась. После обеда сразу же в москлуб будем ждать. Мы будем ждать. В смысле бы... Эй, Мику! Мику и след простыл. А вот она, японский ниндзя. Да что ж ты будешь делать? Райан. Вы чё, серьёзно? Все поголовно ниндзюцы изучили? Теперь на глазах испаряются. Бэтмены хреновы. Я доел свою порцию и направился к выходу. Повествование Райан. Чё так быстро я еле успел прочитать? Я дошёл до лодочной станции, где меня ждала девушка с золотистыми волосами. Привет, Слави. Долго ждала. Сама только пришла. Не беспокойся. Ты не собирался как бы. И тут у меня начались вьетнамские флэшбэки. Мы просто вышли на прогулку. В тот день нам не спалось. Сели под дерево и начали болтать о всяком. Но в какой-то момент мы услышали шорохи и треск веток под чьими-то ногами. Мы быстро нырнули в кусты. А когда решились посмотреть, кто это обомлели... Мы? Брысь, ненавистная мысль! У меня Лена есть! Брысь, суки! Итак, что мы должны сделать? Сделать уборку внутри будки. Там будут сундуки и прочие тяжёлые вещи. Без твоей помощи мне их не поднять. Окей, ну, начнём. Погоди, не спеши. Сначала нужно принести всё необходимое. Метла, тряпки, ведро с водой. Она покраснела. Я тебя понял. Жди здесь, я всё достану. Ты чудо, Райан Макфлайер! Спасибо! Как раз пройдусь немного. А я пока вынесу лёгкие коробки из здания. Я пошёл на склад. Я хотел было открыть дверь, как внезапно у меня из-за спины донеслось. Рэй, помоги! Ульяр, не кричи ты так, чё стряслось? Мёч! Он! Он! Она прерывисто дышала. Отдышись, Уль. Я мяч слишком далеко забросила! Подумаешь? Ты чё так? Так это мяч Бориса Александровича! Это трофей, помоги, пожалуйста, я слышал, что ты и без лестницы можешь по стенам лазить. Ну, во-первых, на голую стену я не смогу залезть, так как зацепиться-то будет не за что. А во-вторых, кто это тебе рассказал? Семён рассказал, да я и сама видела, как ты на столовую залез. Славя подождёт. Если Улья не влетит, то это добро для неё не закончится. Идём. Она взяла меня за руку, и мы побежали к спортплощадке. Ебать! Как же я туда залезу? Рэйн, придумай что-нибудь побыстрее! Быстрее! Дерево сразу отпадает. Не выдержит моего веса. Опа! А, это может сработать. Я забрался на забор, и от него отпрыгнув налево, схватился за выступ. Так, тут будет легче. Тут больше элементов, за которые можно зацепиться. Левая рука за рамку окна. Ноги свисают, ибо нет для них опоры. И, наконец-то, я забрался на крышу и нашёл злосчастный мяч. Взяв его в руки, я кинул его у Ильяне. Ну, всё. Теперь вопрос. Как мне, блядь, отсюда спуститься? Конечно, можно выполнить прыжок веры, но после него я и верить-то ни во что не смогу, ибо я сдохну нахер. Я осмотрелся и понял, что есть только один способ, и то он не даёт гарантии на то, что я вообще останусь в живых. Ух, было не было. Я побежал к краю крыши и спрыгнул на здоровую ветвь дерева. Последнюю секунду я сумел схватиться за ветку, но мои руки меня подвели, и я начал падать. В падении я схватился за другую ветку, но она сломалась. Месье, да вы неудачник. Ульяна и другие мелкие подбежали ко мне. Всё, я в порядке. Прости, пожалуйста, не надо было тебя в это втягивать. Ульяны начали наворачиваться слёзы. Отставить плач, живой же, верно? Да и я смягчил падение. Не бойся, в любом случае, я бы не сломал себе ничего. Ульяна прижалась ко мне. Всё, всё, перестань. Я кое-как её успокоил. Она сказала, что теперь в долгу и всё такое. Я решил воспользоваться её предложением и сказал ей принести метлу к лодочной станции. Она согласилась и побежала на склад. Я же отправился в столовую и взял оттуда ведро с тряпкой. Далее я направился к умовальникам, снял с себя рубашку и осмотрел спину. Благо было зеркало. Вот чёрт, даже во время боя не с бандитами у меня такого не было. Спина была вся в синяках и ссадинах. Крови было немного. Блин, рубаху жалко. На рубашке, а именно на спине, виднелись пятна крови. Мерда! Главное, чтобы Лена не заметила, иначе начнёт волноваться на пустом месте. А Мерда, это чё, отсылочка к этому ебанутому... Боже, как его там... Короче, что в Мексике мексиканцев доёбывал, что ли? И кричала Мерда Мерда, ёбаный блогер, блять. Я набрал веды... Воды в ведро. И с чистым лицом и совестью пошёл на лодочную станцию. Ахаха, шутка! Уборка заняла много времени. Мне пришлось туда-сюда перетаскивать всё барахло. Что накопилось за последние года-два в этом чёртовом сарае. Опять пришлось лезть на крышу без лестницы. На крыше я расцарапал икры из-за гвоздей, которые не были до конца прибиты. А Славя каким-то чудом ничего не задело. Ну, Семен, держись. Нефиг разболтывать всем о том, что Райан Паркурмен. Берите его, если вам нужна помощь! Я сидел с веси в ноги в воду и ждал, пока Славя расфасует вещи по полкам. Кто-то закрыл ладонью мне глаза. В спину уперлись мягкие округлости. И это знаю, кто это, но, пожалуй, подыграю. Хм, кто это? Угадай. Может быть, Семён? Хотя... Бррр! Ну нафиг. Ангелочек. Ты? А кто твой ангелочек? Лена. Чмок в щёку. Она села рядом со мной. Я посмотрел ей в глаза. Как же мне повезло с ней. Я вот слегка не догоняю его изменения от того, что он то в светку ко мне бросает, а тут такой ми-ми-ми с Леночкой. Чё за пиздец? Это была вторая дискотека. На сей раз мы с Семеном кардинально подготовились к ней. Мику нашла нам костюмы и подогнала их под наш размер. Помня этот танец, будто это было вчера. Мы кружились в медленном танце. Моя рука на её талии. Мы смотрим друг другу в глаза. В её глазах отражалась полная луна. И тут я окончательно осмелев, сказал. Что он там сказал, мы узнаем уже в следующий раз. Но и сегодня на этом всё. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры подогнал «Симон»